Приговорить к пожизненному заключению обвиняемых в убийстве егеря Ерлана Нургалиева запросили прокуроры на громком судебном процессе в Караганде. Сегодня приступили к приениям сторон. Максимальное наказание грозит трем из семи подсудимых. Именно их считают виновными в смерти инспектора Нургалиева и избиении его коллеги Петра Ницека. Сами обвиняемые говорят, что преднамеренно... ...в нанесении непреднамеренно смертельных травм, признался Кайрат Акшанов. Сегодня он со слезами на глазах произнес слова извинения. Я сожалею о том, что произошло. Я не специально это сделал. Я почувствовал опасность для себя и тех, кто был рядом. Я прошу прощения у родных. Я не знаю, сможете ли вы нас простить. Я очень сожалею. Еще четверых обвиняют лишь в незаконной охоте. Для них прокуроры считают достаточным по 6 лет лишения свободы. Напомню, трагедия произошла в январе прошлого года. Пытаясь скрыться, браконьеры напали на инспекторов. В результате оба егеря получили тяжелые травмы. Ирлан Нургалиев скончался в больнице. Кроме тюремных сроков, все вместе подсудимые должны выплатить компенсацию за 17 убитых сайгаков. Это почти 90 миллионов тенге. Взыскать с обвиняемых еще 9 миллионов материального и 20 миллионов тенге морального ущерба потребовали родственники погибшего инспектора. Кроме того, потерпевшая сторона заявила и ряд ходатайств. Мы просим вас вынести частное поставление. Наша сторона не согласна с прекращением уголовного дела по статьям 432 и 433. 434 – это укрывательство и недонесение о достойно известном совершенном особо тяжелом преступлении. Мы с этим делом не согласны, приводим свои доводы. Продолжение следует...